Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Центробанк намерен снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов. И случится это должно уже в пятницу 13 марта. Аналитики нескольких изданий решили, что девальвационные ожидания стабилизировались, а темпы ускорения инфляции замедлились. Поэтому жесткие условия кредитования, обусловленные существующей высокой ставкой, усиливают риски для финансовой стабильности. Правда, некоторые аналитики не видят никаких предпосылок для снижения ставки на ближайшем заседании Центробанка. В общем, подождем до пятницы, а понедельник покажет, чем все кончилось. Правительство будет устанавливать предельно допустимые оптовые цены в случае роста розничных цен на 30 процентов и более на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в течение 30 дней подряд. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Эта мера не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании. Интересно, с чего начнут ограничения? С бензина или с коммунальных услуг? Отдых стал не по карману. По данным пограничной службы ФСБ России, в 2014 году число выездов за границу с туристическими целями снизилось на 4% до 17 миллионов 600 тысяч человек. Эксперты, кстати, предрекали 11% снижение. Между тем, как констатирует Федеральное агентство по туризму, предпочтения сограждан сильно изменились. В частности, сильно упала популярность в Финляндии. Количество туристов из России там снизилось на 58%. Китай потерял 28%, Канада и Мальта – 23%. Напротив, значительно больше туристов в прошлом году посетили Румынию. Турпоток туда вырос на 159%. В Литве турпоток вырос на 62%, в Венгрии на 54% и в Египте на 34%. Интересно, каковы будут результаты в этом году? Российский фондовый рынок открылся небольшим ростом. Индекс ММВБ в пылюсе на отметке 1676 пунктов. Растут Алроса, Аэрофлот, Московская биржа и Мичел. Среди лидеров падения – АФК-система, КАМАЗ, Башнефть и Россети. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением на фоне спекуляций на тему приближающегося повышения ключевой ставки Федрезерова. На азиатских площадках преобладает разнонаправленная динамика. Котировки черного золота продолжают снижаться. Курс доллара на 11 марта – 60,66 руб. Курс евро – 65,52 руб. Золото стоит 2264 руб. за грамм. Серебро стоит 31,05 руб. за грамм. Цена нефтемарки Brent – 56,65 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! Субтитры создавал DimaTorzok